Что это было делать? 29 ноября буква ЙО отмечает свое день рождения. В этот день, в 1783 году, в русском алфавите появилась 33-я буква. В наши дни букву ЙО зачастую игнорируют даже в официальных документах, используя вместо нее букву Е. Съемочная группа Народного утра спросила у горожан, стоит ли исключить из русского алфавита эту букву. Не могу, на это затрудняюсь, не могу ответить. Вы сами как? Вы печатаете букву ЙО или ленитесь ставить букву Е? Всегда. Е как ЙО тоже идет совместно. Я считаю, что нет. Почему? Не знаю, елка как будет. Только Е, правильно? Но просто сейчас, в последнее время, перестают ее пользоваться, заменяя букву Е. Я не знаю, что сделано раньше, мне кажется, не надо переделывать. Это все наше, и оно идет все по этому. Ой, я даже, знаете, что-то на этот вопрос не могу ответить. Нет. Мне кажется, Е и ЙО. Но если в алфавите положено, значит положено. Не нами придумано. Да нет, наверное. Заботы и так хватает в стране, кроме буквы ЙО. Я считаю, что нет. Я даже слова без них не существует, по-моему. Ни в коем случае. Почему? Потому что ЙОЛОЧКА, а не ЕЛОЧКА. Просто в последнее время перестают пользоваться этой буквы, игнорируют ее и ставят вместо нее Е. Русский язык не надо портить. Надо говорить так, как положено по-русски. ЙОЛОЧКА надо. Нет, не нужно. Почему? Для русских это удобнее. И для детей тоже. В принципе, я думаю, что не надо. Нет, конечно. Потому что это разные буквы. Они просто часто ее игнорируют и используют букву Е. Я такого не слышала. Я, наоборот, слышала, что ее подчеркивают все время. Особенно в фамилиях. Странный вопрос. Я даже не знаю, как ответить. Но его вообще нигде не пишут, букву ЙОТ. К тому и вопрос. Но она и не мешает никому. И зачем от нее избавляться тогда? Печатайте букву ЙО или ленте ставите букву Е? Всегда. Е, как ЙО, тоже идет совместно. ЙОМАЁ. ЙО, ЙОЛКА, тоже ЕЛЬ можно назвать. Но ЙОЛКА все равно. ЙОЛКА есть ЙОЛКА. То есть вы не заменяете ее? Нет. Да нет. Если положено ЙО сказать, значит, говорим ЙО. Если не положено, значит, Е. Так же пишете? Ну, пишем иногда. Может быть, неправильно. Но стараемся. Конечно, всегда. Естественно, когда пишу слова с буквы ЙО, я их употребляю. У меня девичья фамилия была с буквы ЙО. Да, я всегда использовала, потому что без точек другая фамилия, другой человек. Я ее никогда не использую. В смысле, точки не ставлю. Всегда только буква Е. Почему так? Не знаю. Просто так, как все время привыкла. Так. Так. Продолжение следует...